добрый день дорогие друзья добрый день пользователя канала сегодня суббота 17 декабря 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня решила поговорить о политике из этого старинного брюссельского парка брюссель заменит своими парками в прошлом это ботанический сад сейчас это просто городской парк тенбош посмотрите как он красиво залит солнцем и сегодня хотела бы поговорить о событиях минувшей недели было слишком много и с трудом удавалось выхватить из этого потока самое главное потому что действительно это была сверх насыщенная политическая неделя и поэтому я хотела бы сегодня обратить ваше внимание на те события которые я не успела осветить течение недели которые я считаю достойными вашего внимания и так я начну с того о чем говорят в наших краях в наших краях говорят о визите елены зеленской в париж конечно она не нуждается в нашем представлении я просто хотела пощеркнуть что она была при рождении елена поэтому я позволю себе продолжать называть ее елена они аллена потому что как пишет французская пресса она была переименована аллену в результате политических перипетий то есть она украинизировала свое имя и и поэтому по-прежнему многие газеты называют ее еленой зеленской потому что вначале она была елена потом она стала аллена но как бы то ни было я буду продолжать ее звать елена поскольку это русскоязычный канал в переводе как я понимаю на украинский алена это и есть елена и так а что же произошло с еленой зеленской у него был визит мы уже его обсуждали я пересказывала своим подписчикам то как это проходило как ее принимала первая леди франции приджет макрон все это было просто замечательно и прекрасно но мы уже поговорили о том что в елене зеленской людей настораживает диссонанс между ее внешним видом очень благополучным она производит впечатление человека который проводит свое время в салонах красоты у стилистов и так далее то есть она на производит впечатление голливудской актрисы которая продвигает некую продукцию продукцию некий некий фильм некий проект то есть она не ассоциируется с тем что она рассказывает то есть это большой на самом деле пробел в работе или прокол в работе ее пиарщиков потому что нет единства формы и содержания то есть она не производит впечатление человека который который страдает который переживает наоборот она производит впечатление человека чрезвычайно благополучного и даже более того некоторые некоторые степени нарциссичного об этом уже говорили британцы они об этом писали в своих соцсетях о том что их потряс их ее внешний вид она приехала в дизайнерской одежде в прекрасных костюмах но надо сказать что и в париж она приехал прекрасных костюмах все это сохранилось прекрасно причёсано прекрасно одета все прекрасно в елене зеленской и венцом ее визита в париж оказалось не посещение центра беженцев посмотрите какое красивое дерево просто как с картины поля синьяка сейчас я подойду поближе вот так это смотрится и так венцом ее визита оказывается вовсе не посещение центра беженцев нет а посещение авеню монтане это та самая улица или авеню где находятся многие дорогие бутики модной одежды то есть это бренды люкса такие как скажем шанель или живанши или dior честно говоря я небольшой знаток брендов люкса поэтому кто хочет может посмотреть я оставлю ссылку на название этой улице и вы можете найти в интернете описание всех этих бутиков которые рекламируются и то что поразило французов и то что сейчас обсуждают в социальных сетях и не могут никак остановиться обсуждать это тот факт что сотрудники одного из этих шикарных магазинов или один из сотрудников заявил о том что первая леди была у них как клиентка и она оставила в их магазине 40 тысяч евро то есть она в течение часа осуществляла покупки и она закупилась на 40 тысяч евро в этом магазине и шокированный сотрудник стала распространять эту информацию в социальных сетях ее сразу быстро конечно подхватили и в настоящий момент если вы спросите меня я считаю что это уже не имеет решающего значения она купила в одном магазине или она была в нескольких магазинах со своим кортежем она купила всего на 40 тысяч или она потратила еще большую сумму потом ее пиарщики будут говорить о том что это была не она она остановилась по просьбе шофера который хотел что-то купить какие-то сувениры для своей жены и так далее то есть сейчас это уже не имеет вообще никакого значения потому что вы понимаете то что правда это то что вы верите является правдой то есть сейчас в французских соцсетях и франко говорящих соцсетях бурно обсуждается эта тема бурно обсуждается этот визит елены зеленской на авеню монтань и покупка нарядов во что французы свято верят потому что она действительно выглядит как очень дорого одетый человек они свято верят в то что она действительно купила по крайней мере на 40 тысяч евро своих нарядов конечно почему это такой удар почему это удар это удар по всей ее деятельности и не только ее но также ее супруга потому что вся гуманитарная деятельность всегда строится на доверии то есть вы должны верить в то что люди которые ее осуществляют что она осуществляет миссию действительно собирая средства для неимущих для страдающих страждущих и так далее вы должны верить этим людям знаете когда вы обнаруживаете что страждущая или выступающая как защитница страждущих елена зеленская думает о том как она выглядит конечно ее нарциссизм шокирует это не образ первой леди конечно я понимаю что украинские соцсети уже отреагировали они стали писать о том что это все зависливые москали потому что у них нет первой леди что людмила бросила путина но я хочу сказать что лучше уже без первой леди честно говоря чем первая леди которая подрывает доверие ко всей этой гуманитарной деятельности то есть уже французы пишут о том что вся эта история с украиной это не больше чем отмывание средств они вспоминают джо они вспоминают хантера они вспоминают ее визит в лондон когда она стала поучать вот какой красивый пейзаж когда она стала поучать англичан и предлагать им раскошелиться и сейчас опять она предлагает раскошелиться и при этом она завершает свой визит таким грандиозным аккордом как поездка на эту авеню монтань я хотел бы сказать еще несколько слов по этому поводу что ее кортеж в принципе не должен был там оказаться то есть она не могла туда оказаться по дороге куда-то то есть она там оказалась с целью с целью совершения этих покупок и покупок на эту головокружительную сумму как заявил шокированный сотрудник магазина потому что он видел ее по телевизору он видел как она продвигала благотворительность она призывала французов делиться с неимущими украинцами и он он ей верил когда она говорила и многие ей верили но конечно этот визит вот здесь тоже красиво этот визит все меняет потому что эту информацию в соцсетях остановить не удастся это большая большая проблема современных политиков современных правителей потому что они не могут править как прежде потому что социальные сети и интернет если не исключают то значительно уменьшает возможность контроля над информацией видите что такую информацию невозможность держать она будет распространяться она уже распространяется и обсуждают и и публикуют разные известные блогеры французские я выложила уже у себя в блоге ванзенский.блог я выложила ссылки вы можете посмотреть этот материал и высказывание французских блогеров на эту тему я думаю что безусловно это очень серьезный подрыв всего и совершенно неожиданные потому что сам зеленский очень хорошо смотрелся в своей майке и уже были вопросы в отношении нее потому что она всегда появлялась в своей дизайнерской одежде но эти эти закупки которые она осуществила в настоящий момент конечно это полный шок для французов но я хотела подчеркнуть что франция в плане интернета очень хорошо оснащенная скажем так страна то есть у французов развит интерес к интернету поэтому говорить о том что они будут верить своим сми и глотать как карпы крошки знаете это сказать скармливать им все эти волшебные сказки просто не получится то есть вообще французы очень люди критического ума как и вся франкоговорящая все франкоговорящее сообщество скажу так и поэтому эта информация это одна из важнейших информационных какое бы слово сказать чтобы не насторожить соцсети соцсети простите эту платформу это одна из наиболее взрывоопасных я бы сказала так информационных информационных эпизодов не только ушедшей недели но вообще ушедшего года потому что это полная это полная дискредитация этой президентской пары то есть мы понимаем что то что они делают это спектакль то есть они разыгрывают перед нами спектакль потому что и зеленский и елена они фотографировались в журнале мод это уже был шок для многих как первая леди находит время для фотосессии и они снимались у модного фотографа и так далее то есть это уже это уже покоробило очень многих людей но то что произошло сейчас конечно это просто я бы сказала полное и безоговорочное разрушение на вот этого имиджа святости этой пары и я думаю что в определенном смысле слова это начало конца потому что люди отказываются принимать участие в этом спектакле то есть они себя чувствуют немного как буратино код базилио и лиса алиса я наверное завершу здесь рядом с этим деревом что вы думаете по этому поводу дорогие друзья пожалуйста пишите мне и сегодня я продолжу с вами говорить но уже с другой мизан сцены